Фестиваль науки, кстати, горизонт событий пройдет в Новосибирске с 26 по 30 сентября И у нас в гостях программный директор фестиваля Кирилл Логинов Доброе утро, Кирилл Доброе утро Почему такое название, кстати, горизонт событий? Ну, название, кстати, у нас у всех фестивалей, это вообще 13-й фестиваль, который информационный центр по атомной энергии проводит в России и в Беларуси, в Минске тоже были фестивали А горизонт событий это подзаголовок, который у каждого фестиваля свой У нас будет в Новосибирске третий фестиваль Он всегда кстати называется, да? Всегда, кстати, наука всегда кстати У нас в прошлом году фестиваль назывался «Революция в науке», потому что было столетие революции Первый фестиваль два года назад назывался «Решения, которые меняют мир» в этом году в горизонт событий Давайте поподробнее о программе фестиваля Ну, у нас в программе есть множество лекций На все лекции, на все мероприятия «Вход свободный» Будет несколько научно-популярных шоу, в том числе те, которые мы в Новосибирске давно проводим Разберем на атомы, научные чтения и так далее Будет несколько новых форматов, которые либо в Новосибирске еще не были Это, например, устный журнал «Язык Эйнштейна», который в других городах наша организация проводит Но в Новосибирске еще не было Это ученые комментируют научные новости, объясняют их понятным языком Также будет формат «Science Sound» Ученые читают лекцию в баре, одновременно с ним играет электронную музыку музыкант-экспериментатор И формат «Science Stories» Это такой стори-теллинг Ученые рассказывают личные истории, связанные с наукой, образованием, университетом, школой И при этом какая-то общая тема На первый выпуск мы выбрали тему «7 смертных грехов» Ну, чтобы ограничить количество выступающих семью И вот они будут рассказывать, соответственно, истории, связанные с наукой и семью смертными грехами У каждого по греху В финале выберем самого грешного Аплодисментами То есть собираются ученые с разных городов, правильно? С разных городов у нас в этом году приедут ученые, просветители, популяризаторы наук из Москвы Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Ростова-на-Дону Каждый год мы строим разнообразие географии В прошлом году, например, нет, в позапрошлом году было от Иркутска до Калининграда Приезжают ученые, выступают с лекциями, участвуют в наших форматах, необычных, возможно, даже для них Все это проходит на разных площадках в течение пяти дней, 30 мероприятий в этом году Честно говоря, может быть, я неправильно понимаю, это как бы такая тусовка ученых Ну, это тусовка ученых, все-таки они между собой тоже общаются, фестиваль же Но при этом это тусовка на людях То есть они не просто тусуются, они выступают перед широкой аудиторией И мы, Информационный центр по атомной энергии, выступаем посредником между учеными и зрителями Потом такой легкий формат, да? Да, легкий формат, главное, что все равно эти люди не дурачатся, а серьезные вещи рассказывают простым человеческим языком Ну, с юмором же, наверное Не без юмора Не без юмора Потому что иначе можно же так загрузить Наша задача как раз объяснить, что наука это просто, наука это интересно, наука это понятно Не нужно пугаться каких-то коллайдеров или биотехнологий Приходите на наши мероприятия и вы узнаете, вы поймете, что это Этот, вы сказали, это уже будет тринадцатый фестиваль? Тринадцатый фестиваль вообще У нас в Новосибирске третий, мы третий год проводим его Какая особенность этого фестиваля? В чем его фишка главная? Ну, фишка... У нас, в принципе, не очень много фестивалей науки, если уж на то пошло Остались, наверное, фестивали науки, которые организованы государственными структурами Министерствами образования, департаментами образования Мы все-таки автономно-некоммерческая организация Мы при поддержке мэрии Новосибирска, при поддержке госкорпорации Росатом Мы проводим Мы стараемся популяризировать науку разными способами И в том числе разными форматами внутри фестиваля Я могу честно сказать, что я знал, что мы в этом году снова будем проводить фестиваль науки И очень ждал именно конца сентября, чтобы мы наконец его провели Потому что, ну, мы проводим где-то 4-5 крупных мероприятий в месяц Это и лекции, и шоу научно-популярные и так далее Но фестиваль — это такая кондесенция всего Когда в небольшой промежуток времени умещаются и кинофестивали, и читка пьесы Про науку с участием ученых и актеров И вот эти вот большие форматы, большие мероприятия, как фестиваль Мне очень нравится их проводить, и я вижу, что зрителям очень нравится Я думаю, что главная особенность в том, что аудитория видит, что мы сами получаем удовольствие Потому что если мы не получали удовольствие от своей работы Никому не будет интересно Кто ваша аудитория? Предыдущие фестивали уже показали интерес, кого вызывают и какие темы, может быть? Да, у нас есть постоянные зрители, причем это разного возраста абсолютно Есть и пенсионеры, которые приходят с блокнотами, сидят и записывают за лекторами то, что они говорят Есть студенты, конечно же Я записываю, да? Подождите, поменьте мне, пожалуйста Очень тактично сидит, потом подходит, еще задает вопросы Есть студенты, конечно же, есть школьники Я люблю рассказывать историю про нашего постоянного зрителя Который, по-моему, в начальной школе, наверное, еще учится Он всегда приходит с мамой И в прошлом году он то ли на лестнице, то ли где подвернулся У него была нога в гипсе Так он вроде даже радовался, что ему в школу не придется ходить Можно будет с утра до вечера ходить на фестиваль и таскал маму вместе с собой Ничего себе Очень его любим, надеемся в этом году снова увидеть на всех мероприятиях У нас в гостях программный директор фестиваля науки, кстати, «Горизонт событий» Кирилл Логинов Кирилл, а вот когда только все начинали? Самый первый фестиваль, когда прошел, помните то время? Ну, вообще, самый-самый первый фестиваль, который мы в Новосибирске провели, он назывался 29 февраля Был, догадайтесь, когда И мы решили просто порепетировать Мы вместили в один день 8 мероприятий Там было 6 лекций И 2... Вечером было разберем на атом До этого был наш формат тоже с судными супергероями Мы порепетировали, проверили, можем ли мы провести большой фестиваль В 2016 году смогли, осенью провели Ну и мы каждый год участвуем в организации городских дней науки Еще у нас есть такой формат тоже по всей сети информационных центров по атомной энергии Недели высоких технологий и технопредпринимательства Там тоже несколько мероприятий в течение недели То есть можно сказать, что мы в марте неделю высоких технологий, в мае городские дни науки репетируем А осенью проводим фестиваль Кому пришла эта идея изначально? Как это случилось? Ну, я точно не скажу Возможно, это кто-то из нашего великого московского начальства Но в каждом городе, в большом городе, так или иначе, проходит фестивали В Екатеринбурге уже два раза проходил фестиваль науки, кстати В Ростове-на-Дону, в Калининграде Просто мы все поняли, что мы можем это делать Мы можем собирать в одном городе ученых Устраивать различные мероприятия, собирать тысячи людей на них Так что... Подхватили идею, да? Ну как подхватили идею? Первый фестиваль прошел в Калининграде Все, кто узнал и все, кто хотел проводить фестиваль Все сказали, блин, мы тоже хотим Вот, поэтому в этом году, в январе У нас на общем собрании всех сотрудников Был задан вопрос Давайте честно, кто хочет провести фестиваль Были подняты четыре руки Вот, наш фестиваль будет третьим или вторым Из тех городов, которые подняли эти руки Вот Вы как один из организаторов и программный директор Вы с чем сталкиваетесь? С какими сложностями при организации такого события? Ну, это большая сложность Потому что у нас 30, получается, временных слотов Нужно их сортировать по программе Нужно договориться с площадками Собрать темы выступлений Подумать, каким образом все простроить так Чтобы и зрителям, и участникам было удобно В первом году у нас было 40 мероприятий в течение пяти дней Когда фестиваль закончился, я сказал, что нет 40 мероприятий у нас больше не будет На следующий год вышло так, что было 50 мероприятий В этом году 30 Такой посвободнее Причем мероприятия идут так, что там только Ну, в трех-четырех случаях мероприятия идут параллельно А так, в принципе, можно, начиная с 12 Посетить все мероприятия Если очень фанатеть от фестиваля, кстати Я думаю, что с 30 мероприятий мы справимся еще лучше, чем с 50 или с 40 В других городах вы были на фестивале? Да, у нас в Новосибирск приехали И приедут еще люди из других городов Из Петербурга, Красноярска, Ульяновска, Москвы У нас просто в каждом центре информационном по атомной энергии Работают по три человека Естественно, на большие мероприятия приезжают коллеги из других городов Я был в Челябинске, я был в Екатеринбурге Я очень хотел поехать в Калининград, но там уже дважды проходил фестиваль Но не получалось В других городах интереснее, конечно Вот я и хотела спросить формат Да, я к вечеру пятого дня начинаю узнавать там Челябинцев, допустим Люди приходят на наши мероприятия Ну, то есть ходят на многие мероприятия Я уже вечером пятого дня понимаю, что вот они родные, как я уеду, больше никогда не увижу Ну, опять же, в том городе, в котором проводят, там все равно главная, это та команда того информационного центра, который там есть Челябинский, Челябинский, Ветеринбургский и так далее Мы на подхвате Где-то я отвечал за пиар, где-то я отвечал просто за проведение мероприятий, где-то роллапы носил и так далее Я смотрю, программа разнообразная, и каждый для себя что-то найдет Я бы с удовольствием пошел на лекцию под электронную музыку Так приходите же в пятницу вечером Лучший способ провести вечер пятницы В баре под музыку То есть можно еще танцевать? Я думаю, что вы будете слушать, смотреть на экраны, где будет космос Ой-ой, опасно Можете даже закрывать глаза, потому что музыка будет удивительная Слушайте, да, ну правда, правда здорово Кстати, да, где все будет происходить? Мы сказали, что с 26 по 30 сентября, а где его? Локации разные, да? У нас много площадок, по-моему, 15 площадок в этом году Это книжные магазины, это библиотеки, это кабаре-кафе «Бродячая собака» Это кинозал «Синема» «Science Stories» Вот про смертные грехи Будет проходить в лектории баре «Поток», который вот недавно открылся в сити-центре «Science Sound» Лекция под музыку будет проходить в лоджи в баре Часть мероприятий будет проходить в НГТУ, где 26-го открывается наше помещение Информационный центр по атомной энергии Ну, просто три года назад Ну, мы лишились своего помещения, которое было на Дусе Ковальчук И вот долго-долго-долго пытались открыться в НГТУ И вот в первом корпусе 26-го сентября в час дня состоится торжественное открытие Там будет мастер-класс для педагогов И в субботу там будет 35-е научное чтение То есть в НГТУ тоже будет мероприятие Ну и, наверное, можно в интернете просто Вот я хотела спросить, где узнать программу, знакомиться? Да, новосиб.кстати, fest.ru Или просто ввести фестиваль науки, кстати, в Новосибирске И вылезет наш сайт обязательно по выдаче И там программа, и там ссылки на таймпад Вход везде свободный, но где-то количество мест ограничено Поэтому мы просим людей зарегистрироваться, чтобы мы знали на какое количество зрителей рассчитывать Пусть зрители придут, пусть их будет много, и пусть ваши ожидания... Пусть неделя приметит легко и беззаботно Да Да, Кирилл, спасибо, но без истории интересной из жизни мы вас не отпустим О, истории У нас обычно истории на фестивале связаны Ну, те, которые можно рассказывать в приличном обществе А не внутренние какие-то шутки Истории связаны с приездом людей Потому что все-таки, когда там приезжает человек 15 И нужно их встречать и так далее Кто-то прилетает позже, кто-то не прилетает вообще, случается так В прошлом году у нас была ситуация, когда к нам приезжал Петр Термен Он выступал, играл на Терменвоксе в декагорьковом концерте Терменвоксе и фортепьяно И вот нам накануне своего приезда, то есть он утром должен прилететь Что это? Терменвокс это такой электромузык... первый электромузыкальный инструмент, который придумал Лев Термен Ну вот такая штука деревянная с антенками двумя Так И в воздухе ведешь рукой, и это влияет на электромагнитное поле и звуки. Которые вот в советских мультиках про инопланетяна. Я у вас в эфире буквально терминолог сейчас. Так вот, Петр пишет, что можете зарегистрировать меня, я опаздываю на рейс. Мы быстренько его зарегистрировали, он пишет снова, мне кажется, я опаздываю на рейс вообще. Мы в дикой панике нашли способ купить ему другой билет. Кстати, Петр у нас летел не напрямую из Санкт-Петербурга, а через Сургут. Два часа провел в Сургуте, но тем не менее выступил в Дакогольково и был в целом доволен. Все прошло хорошо. Все прошло хорошо, надеюсь, что в этом году никто не опоздает, никто не перепутает рейсы, время и так далее. Все прилетят и все будут счастливы. А кто придется выходить самому и вот так вот к микрофону... В этом году у нас не будет терминологса, но электронная музыка будет примерно похожа. Программный директор фестиваля науки «Кстати, горизонт событий» Кирилл Логинов был у нас в гостях. Спасибо еще раз большое. Спасибо вам.